Что такое отношение с мужчиной, который на 20 лет старше? Он называет на меня клоун. Я не понял своих ни чувств, ни ничего. Я очень люблю мужчин с широкой спиной. Сапожка, гуччи, сумка Валентина. Билеты на Мальдивы кто покупал? Я задумалась. А на какой работе он работает? Ты 20 лет пробыл в браке с супругой Юлей. Ты сказала о том, что ты женат, что он не свободен. Ну, она очень красивая девушка. Это всегда очень интересно. Вот такое, что я педикюр сделаю. С ними носочки хочу посмотреть. Первый поцелуй, когда у вас произошел? Нет, не скажу. А я-то уже знаю. Все мои мысли просто стерлись в ноль. Я еду в Киев, все, я еду с Максимом. Настя родственница тети, жены президента, поэтому Максим в нее и влюбился. Ой, и все. Друзья, всем привет. Это новый выпуск программы «Без комплексов» на канале Алицкая. И у меня сегодня в гостях пара, которая произвела настоящий фурор и в интернете, и во всех украинских СМИ. Это легендарная девочка с собачкой, за спасением которой из Ухани наблюдала вся страна. Ей даже звонил президент Владимир Зеленский. Но спас ее не он, а спас ее украинский чиновник Максим Соколюк. Как так случилось, что они сейчас вместе? Скоро узнаем. Вот и они. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Аня. Настя, очень приятно познакомиться. Очень приятно. Максим. Максим, очень приятно. Ну что, я вас могу поздравить с событием, которое произошло буквально на днях. Вы поженились. Да. Спустя год знакомства. Да, ровно год. Я хочу вас с этим событием поздравить. Очень интересно посмотреть на вашу историю любви. Со стороны каждого из вас. И возможно уже в эфире вы увидите, в чем вы сходитесь, а в чем не сходитесь. Согласны? Да, это будет интересно. Волнуйтесь? Чуть-чуть. Потому что, когда я с вами договаривалась об интервью, вы сказали о том, что это вообще ваше первое интервью, правильно? Да, я просто не считаю за интервью то, что мы тогда давали для 1 плюс 1. Да, это просто как был комментарий. Это как-то на интервью было не похоже. Ну все, не волнуйтесь. Первое интервью пройдет лучше какого-либо. Я предлагал шампанку. А давайте, конечно, шампанку. Подождите, есть что отпраздновать. У них, кстати, в паре есть. Давайте отпразднуем. Впервые начинается программа без комплексов с шампанского. И заканчивается. Еще не заканчивается, но оно закончится так же. Ну что, мы вас отпускаем. Держи. Да. Настя Зинченко, 23 года. Фотограф, танцовщица. Известна как девочка с собачкой, которая не могла эвакуироваться из охваченного эпидемии коронавируса китайского Уханя из-за нежелания улетать без своего шпица по имени Мишель. После возвращения Насти в Украину стало известно, что у нее завязался роман с 43-летним главой государственной миграционной службы Максимом Соколюком, который принимал активное участие в ее спасении. И ради новой любви завершил брак с супругой Юлией, в котором родились двое детей – Дарья и Денис. До госслужбы Максим имел небольшой частный бизнес по сервису мобильных телефонов. Настя, ну что, спасибо, что пришла в программу без комплексов. И круто, что это первое интервью. Да, я согласна. И именно с вами. Расскажи, пожалуйста, из какой ты семьи? Хочется узнать, что за девочка Настя, какое у нее было детство, какие отношения с родителями. Ты самородом. Из Херсванова. Моя мама музыкант. Она всю жизнь пела, играла на фортепиано. Она вообще харместер. А когда она была беременна мной, она училась еще в музычилище. И все думали, что я буду музыкантом, потому что когда каждый раз она пела или играла, я там тоже стучалась типа в ритм, в такт. Папа мой юрист. Бабушка тоже работает в музыкальной школе. А до этого работала в садике за вхозом. У нее шесть детей. И она так, то работает, то не работает. И так было все же, дедушка дальнобойщик. То есть у нас такая семья очень большая, сплоченная. Когда я выросла, стала ходить уже, мне было года два, наверное, я взяла мамину помаду и нарисовала скрипичный ключ только вверх ногами. Это уже был вестник, что я буду учиться в музыкальной школе или в музычилище поступать. И уже в пять лет меня отдали на танцы. Это были народные танцы. Бабушка наставила, что девочка должна танцевать. И бабушка, когда у меня свободное время была, она мне добавляла рисование, английский. То есть родители, когда видели, что у меня появляется свободное время, и я им могу как-то распоряжаться сама, они мне добавляли еще какую-нибудь... Они тебя максимально загружали. Да. Я за это, конечно, сейчас очень сильно благодарна. Но тогда, когда я сидела летом, меня закрывали в комнате, давали ноты, и я должна была, чтобы выйти на улицу, сыграть маме наизусть без ноты, и мама меня выпускала. И мне было безумно обидно, почему дети на улице вот за окном играют, и я их слышу, а мне нужно выучить что-то, чтобы выйти. Твои первые отношения с мальчиками, как вот это вот все происходило, учитывая, что у тебя была такая сумасшедшая загрузка, бабушка, мама, папа, все контролировали тебя. Во сколько начались первые взаимоотношения? У меня первые отношения серьезные начались в 17. Как серьезные? Типа вот мы познакомились. А в 18 лет, после выпускного как раз-таки, у нас уже начались серьезные отношения. Ну, мы просто встречались где-то года два, наверное, и после этого разошлись, так случилось. Это уже такие долгие отношения были, но просто закончились как-то так странно и спонтанно, и уже к этому потом не возвращались. Насколько у тебя был достаток в семье? Когда появилась первая необходимость зарабатывать деньги? Нужно было, например, выходить уже на работу в самом детстве? Ты понимала, что зарабатывать я должна сама? Ну, у меня семья обычная, зарплата самых обычных людей. Я понимала, что мне хочется своим родителям тоже помочь. Первый мой заработок был это модельное агентство. Я заключала контракты с магазинами, реклама одежды была. Нам выдавали два часа всего лишь, и за два часа там около ста одежды нужно было перемерить. Но это был как прикольный опыт. Потом, когда я стала получать некоторые фотографии от некоторых фотографов, мне хотелось переделать. И вот, собственно, так я пришла к тому, что я хочу быть фотографом, потому что я хотела показать картинку так, как я ее вижу, либо же доделать их работу или переделать. И вот на первом курсе я уже стала конкретно работать фотографом. На первом курсе? Да. А вот скажи, твой уезд в Китай, на каком курсе ты приняла это решение, и почему ты решила переезжать в Китай? Честно говоря, я еще думала о Китае, когда поступила в модельную школу. У нас тогда модельное агентство имело контракт, и они туда отправляли девочек. Но мои родители очень сильно переживали, они как-то оттягивали этот момент. И потом, когда я уже поступила в университет, я работала фотографом в клубе, я там познакомилась девочка, которая тоже танцевала, и ее пригласили в Китай. Она говорит, я типа еду вот через неделю, через полторы уже недели в Китай. Я говорю, я тоже хочу. Мы с ней встретились в соседший день. Как-то так все это обсудили? Я говорю, ну через полторы недели я с тобой не уеду, дай мне хотя бы месяц. А ты понимала, чем ты будешь там заниматься? Ну, она же поехала на контракт, там шоу-балет был, там человек, по-моему, 15-20 девочек было. Ты как-то с ними работаешь, да. Она говорит, давай я первое поеду, и потом тебе типа скажу, можно туда ехать, все ли там в порядок. И все, я сказала родителям уже, когда покупала визу, когда билеты мы смотрели. Ты на каком курсе была? Это уже был начало третьего курса. То есть ты решила, собственно, бросить институт или перейти? Ну, мы договорились, что типа я на заочку перехожу, и просто буду сдавать, прилетать экзамены. Ну, я так уже и не вернулась туда. У меня уже интересные горизонты открыли совсем в другой стране. И как-то даже когда я училась, я больше определяла о времени работе, и оно мне приносило больше удовольствия, знакомств, даже тоже прибыли. То есть оно как-то у меня больше вертелось. Универ ты не закончила, наверное, свой отношения с парнем. Ты уже закончила к этому времени? Да, я с ним закончила на первом курсе. У меня отношения потом... То есть ты уже свободная? Ну да, я себе занималась, своими делами работала. Об этом я не думала. Так, расскажи, ты прилетаешь в Китай. Какой это город был? Зуньи. А, понятно. Где вас селят? Я просто тоже была в Китае, поэтому мне есть с чем сравнить, и я понимаю, что это за атмосфера. Ну, смотря на самом деле, в каком коллективе ты работаешь и в какой компании. Некоторые селят в отель, а некоторые выделяют огромную квартиру, где там 4, 5, 6 комнат, или там рядом 2 квартиры, 3 квартиры, и они там как бы все вместе живут. Режим дня. Как это все происходило? То есть это отвечало всем твоим ожиданиям? Ну, первое время, да, потому что я особо не рисовала себе какую-то картинку, потому что я, в принципе, не знала, куда я лечу. Ну, то есть как это все будет выглядеть. Поэтому, когда я приехала, я, в принципе, ну, нормально, так интересно, необычно. И уже там со вторым, с третьим городом, клубом. То есть это как констроли, правильно? Ну, как, да. Там, получается, ты не сидишь на одном месте. Это скучно стоит, на самом деле. Одна и та же самая программа. То есть танцуешь каждый раз одно и то же самое. Костюмы не меняются, программа, музыка, ничего не меняется. И ты как бы уже потом от этого устаешь, и у тебя теряется вот этот вот пыл на работу. Ты приходишь, в принципе, уже там через месяц, думаешь, блин, опять этот танец. И он у тебя уже так как-то не танцуется особо. Нет какого-то такого азарта. Помните, когда вы в последний раз хотели сбежать от груза, навалившихся проблем и задач? Вот честно, у меня такое бывает каждый день. Вот просто хочется сбежать в какую-то параллельную реальность и отвлечься от бесконечной суеты. Случайно в поездке закачала одну игру. И буквально за две минуты погрузилась в какой-то вымышленный фантастический мир. Это мобильная версия игры Perfect World. Главная фишка игры – я могу создать своего идеального персонажа. Конечно, я как девочка делаю немного улучшенную версию себя. Так, ноги подлиннее. Уже талию. Так, сейчас вот талию уже сделаем. Ага. Ну и волосы погуще. И вот уже сейчас я попадаю в сказочный, идеальный мир просто с фантастической графикой. Посмотрите, это нереально красиво. Я могу путешествовать пешком, верхом на животном, плыть и даже летать. Отлично. Цель игры – прокачать своего персонажа и победить как можно больше соперников, чтобы получить суперсилу. Вот бы так и в жизни. Отключаешься полностью от реальности. А вот здесь я даже могу создать дом своей мечты. Кстати, снова появилось то, что строить дом стало намного легче и проще. Можно легко изменить ландшафт и по-новому украсить дом. И вот даже можно завести домашних животных. В реальной жизни завести домашних животных, ну, для меня это очень сложно. Это большая ответственность. А здесь можно. Так как я новичок, игра создана таким образом, что тебя постоянно сопровождает инструктаж. Все понятно, все доступно. И более того, все на русском языке. Друзья, если и вы хотите сбежать от суеты и ежедневных проблем, скачивайте Perfect World на свой мобильный и погружайтесь в свой идеальный мир собственными персонажами. Ссылочку оставляю вам под этим видео в описании. Я понимаю, что выступление – это больше ночное время, это ночной клуб. Да, да. То есть, днем вы отдыхаете, а вечером ежедневно? Ну, у нас репетиция обычно. У нас бывало такое, что и ночные репетиции есть. Мы выходили, хлопали, закрывали занавес. И мы же до репетиции после этого. А если что-то сложное, то мы еще и днем приходили. Но это вечерний шоу или это как ночной клуб? У нас нет ничего похожего, как там. Они делают даже в обычных каких-то маленьких клубах огромные шоу и такие программы, которые идут минут 10, наверное. Чаще всего это сплетают с открытием диджея. Какие сложности вот в такой работе? То есть, я так понимаю, что это ежедневный труд. Это там бессонные ночи. Нет выходных вообще. Да. У них клубы работают с понедельника по воскресенье. В контракте прописан иногда один выходной в месяц, иногда два. А все остальное это ты берешь за свой счет. И чаще всего нужно там за неделю предупреждать о том, что ты хочешь отдохнуть. В празднике это еще больше времени, особенно на китайский Новый год. Я его очень люблю, но как танцор не люблю. Потому что мы за неделю, за две недели начинаем репетировать. И это вот эти вот огромные китайские костюмы, кокошники там какие-то огромные. Оно все тяжелое. А мы танцуем, и если какой-то хореограф китаец попадается, такой кремень, кто-то ошибается, и мы начинаем заново. Вот это вот тяжело, на самом деле. Вот эмоционально. Вот были какие-то у тебя такие эмоциональные стрессы, что ты понимал, ну блин, ну все, ну хватит. Коллективы иногда. То есть, ну это же разные люди туда сухо. Какая-то конкуренция? Конкуренция, я бы не сказала, что есть конкуренция у девочек Китая. Есть больше усталость, и каждый человек там показывает свое «я» почему-то. Я вот в Украине такого не встречала. А там те же обычные девочки, только они почему-то пытаются быть ярче и громче. Сколько в месяц можно было заработать вот по такому контракту? Ну примерно плюс-минус 1500 долларов. А если, например, ты хочешь больше? Модельные подработки. У каждой девочки есть модельная карта в Китае. У них очень часто есть подработка, это хостес на каком-то открытии чего-то. У них бесконечно что-то открывается, они что-то строят, они дороги открывают, у них обязательно должны стать иностранцы в платьях. Они там открывают новый гарден, тоже нужны иностранцы. То есть там очень много работы именно из-за этого. И за это, кстати, неплохо платят. Постоять там часов пять, они платят за это 200 долларов. И ты просто стоишь в платье, и бывает, конечно, холодно. То есть это бывает не соответствует тому, что они пишут. То есть декабрь, ноябрь, они говорят, ты внутри будешь стоять? Ты приезжаешь, и тебе нужно в платье на улице стоять. И как бы все, ты уже никуда не уедешь, стоишь на улице. А брал с собой там тоненький колгот. А какие бонусы ты увидела жизни в Китае? В своей внешности? Какая реакция была китайцев на тебя? То есть ты поняла, что ты можешь больше заработать денег? То есть я к чему? Что ты приехала на полгода, а осталась на три? Я просто увидела огромный плюс и бонус в Китае в том, что я могу работать, зарабатывать достаточно денег, и при этом я могу чуть ли не 90% этого заработка в месяц каждый раз откладывать. Я себе там уже писала список, что мне нужно купить там машину, открыть студию, обновить аппаратуру. И я это делала. То есть я прилетала с Китая, там у меня была 6-7 месяцев. Я приезжала, и у меня открывались большие горизонты и возможности в покупках. В Херсоне? Ну да. Машину удалось купить? Правда? Спустя сколько времени в Китае? Ну, вот почти вот под конец. Что это за машина? А не скажу секрет. Сколько подсобирала? Много? Ну, достаточно много. Я же работала сколько? Три года в Китае. И я совмещала и подработки, то есть у меня был стимул. То есть 2020 ты собрала за это время? Ну, может быть, даже чуть-чуть больше, потому что иногда я совмещала три разные работы одновременно. С ума сойти. И это было очень классно. Знаешь, я просто ездила в Китай с программой Зарабичаны для нового канала. И вот как раз я опробовала профессию хостес. И как я ее искала? То есть я нашла ее где-то вот в интернете. Я приехала в клуб на хостес, да, окей, проходите. Но потом главная девочка говорит, ну, смотри, у нас есть хостес на консумации еще. Это девушки, которые работают в китайских клубах, в которых нет ни одного иностранца, кроме их. Они должны подходить за каждый стол и разводить людей на алкоголе. Их спрашивают, что ты хочешь пить, и они, по идее, должны говорить самую дорогую бутылку из меню. То есть консумация у них – это прям вообще топ-профессия, потому что на ней можно заработать. В Китае они почему-то к этому относятся очень просто и не придут этому никакое значение. Они почему-то думают, что это может делать каждая. Но есть отдельные группы, где ты идешь на модельную работу, и ты знаешь, что ты приедешь на модельную работу. Ну, и там дневное время. То есть хостесы, открытие какого-то, гарден или еще что-то, оно начинается в 7 утра. Это очень сложно, кстати, что ты заканчиваешь работу в 2 часа ночи, пока там пришел, подготовился, все, и в 6 утра ты уже выезжаешь. То есть вот так вот без выходных. То есть тут еще нужно выбирать, нужен для тебя такой заработок, подработка вот это. У тебя в Китае были отношения какие-то вот за эти 3 года? Ты строила? С кем ты строила отношения? Да, ну, у меня был китайец, и мы довольно-таки долго с ним были вместе. Но мы разошлись, наверное, еще за 2 месяца до Нового года. Где вы познакомились? Там, на рабочем. Он тоже танцор или он продюсер? Нет, он просто работал вот в этой сфере тоже. Как агент? Не-не-не, он ММС-шником был. И сколько вы? Долго встречались? Ну, довольно долго, почти год. И что за отношения с китайцем? Как обычный парень. Ну, отношения, знаешь, вот с нашим украинцем и с китайцем чем-то отличаются? Ну, отличаются. У них чувства по-другому выражаются. Вот у них нет такого там подойти просто обнять, там нет нежности. Там это все на вытянутой руке, и как-то оно так все холодно очень сильно. Настя, расскажи, как началась история коронавируса в Китае? Это был уже китайский Новый год, и в очередное утро я просыпаюсь, по-моему, 22 января, от того, что на улице сирена. Миша стала гавкать, мне пишут там, закрывают город, у нас типа карантин, коронавирус, и началась вот такая вот история. Нельзя было выезжать и заезжать, не работали поезда, вокзалы были закрыты, аэропорт был закрыт, нельзя было выехать и заехать на машине в город. То есть его запечатали. Буквально вот так вот в Сумбуре в ближайшие три дня мы узнали, что такое коронавирус, потому что до этого мы об этом не знали, и в Китае об этом не говорили. А обо всем, что происходит на самом деле, мы начали узнавать только там через две недели, как это все произошло. И 19 февраля должна была быть эвакуация украинцев. Я сразу сказала, что у меня собачка, они сказали, хорошо, меня ввели в список, я была самая последняя в списке, 49-я или 48-я. То есть все было хорошо до эвакуации. И вот в момент, когда была эвакуация, мне начали говорить за два дня, что все, собака не может ехать. Оставляйте ее там, оставляйте ее друзьям, передавайте ее куда-нибудь, отдайте ей какой-то приют. То есть вариантов было много. Нет, я только переехала. Получается, я была в Ухане до того, как все это закрыли, может, дней 10, может, даже 7. То есть я только переехала, и все это закрыли. И я же говорю, я писала тоже об этом, что у меня доверенных лиц, кому оставить свою собаку, нет. И это было вот как ультиматум, и либо вы едете одна, либо вы оставляете собаку, либо вы не едете. У меня тогда прям аж нервы били, потому что я в любом случае остаюсь там, куда мне деть собаку. Я же не могу ее выкинуть, я ее купила в Китае. Я брала на себя ответственность в том, что она будет со мной путешествовать по городам, будет ехать со мной домой. Я же документы ей все делала и прививки. То есть я к этому целенаправленно шла, когда я ее покупала. И когда это все произошло, все, я помахала самолету до свидания. И 19-го числа, когда я не полетела, у нас в Гардене повесили вот это объявление, что мы не можем выходить на улицу вообще. А до этого я могла выходить раз в 4 дня. Но, опять же, я готовилась к эвакуации, я себе продукты не покупала особо, то есть я уже там себе все запаковала. А когда узнала, что я не улетаю, у меня началась паника от того, что мне выходить уже нельзя. И я из-за этого стала писать, вот почему это все так громко получилось именно 19-го, 20-го числа. Я писала и звонила в посольство, что у меня нет продуктов. Ну то есть что мне кушать? Я не улетела. Я осталась здесь. А что делать дальше? То, что вот я успела купить, это печенье, вода и вина. У Миши нет корма, то есть там такие маленькие у нее как вкусняшки такие были, я с ней делилась, с этими сосисочками, которые у меня там были. И я понимала, что у меня нужна хотя бы еда ей, то есть я как бы на печенюшках там на водичке могу, а она же собачка, как я ей объясню, что у нее еды нет. У тебя была паника? Ну конечно, я не знала просто, что мне делать. Я осталась одна, особенно когда девочек убрали еще. А куда убрали? Они разъезжались все? Их эвакуировали девочек. И ты получается осталась вообще со всем? Да, я не знала, что мне делать. Я как раз таки тогда пришла к выводу тому, что нужно выходить на социальную сеть, давать интервью, рассказывать об этом, просить помощи. Один из первых позвонил как раз таки Максим. Он позвонил от посольства, по-моему, от миграционной службы. Он говорит, вы последние были в списке, и вы единственная, кто не поехал, не полетел. Можно я помогу вам? Я ничего не обещаю, но я вам хочу помочь и постараюсь с тем, что ваша история, она очень интересная, и вы единственная, кто не попал в эвакацию. Хочется в этом разобраться. История девочки с собачкой. Как ты с этой историей столкнулся сам? Что происходило в этот момент в твоей жизни, вот вообще глобально? Занимался работой, и мы получили списки граждан Украины по эвакуации на проверку. И мы проверяли правильность паспортов, данных и все остальное. И Анастасия была действительно 49-я по списку в самом конце. Так, и что? Ну и 20-го числа, когда я листал новости, увидел, что всех эвакуировали, кроме одной девушки, которая попала в ситуацию с собачкой, и она отказалась эвакуироваться без нее. То есть ты узнал это из новостей? Не то, что тебе позвонили и сказали, как главе службы, что у нас проблема. Нет, я же самой эвакуацией это не занимался. То есть вы просто проявляете паспорта? Ну, паспорта, данные людей, да. И почему тебе так захотелось помочь этой девочке с собачкой? Ну, мы процессы такие вмешиваемся. Ну, в случае с Настей как было? Ты в новостях видишь, значит, девочка с собачкой не уехала. Что делаешь ты? Я написал ей, вот, а потом набрал. И я даже помню время 10.42. Так, что ты в это время попивал кофеек в кабинете? Да, я попивал кофеек на заправке. На заправке. Да. И что ты ей сказал? Ну, я представился, она, конечно, это не запомнила, и она очень долгое время не знала, где я работаю и кем. Он мне первое время часто представлялся, а потом мне уже было неловко переспрашивать в 10-й раз. Ну, что, какой службы? Глава? Ну, это реально, ну, записала бы уже. То есть я с ним общалась, я знала, что у него работа связана с паспортами, только кто именно, на какой профессии он работает, я не знала. Я помню, мы ехали просто в машине, я такая, ну, мы обсуждали все эти темы, документы еще раз, все, но я не вдавалась в эти подробности. То есть я еще и потом, где-то, наверное, 2-3 недели еще не вдавалась в эти подробности, пока у меня подруга не спросила, а на какой он работе работает? Я задумалась. А на какой работе он работает? Тебя это забавляло, что, ну, как бы… Нет, ну, почему? Ну, это такой момент, ну, я тоже о человеке ничего не знал. То есть я позвонил и уточнил, чем нужно помочь. Потому что, на самом деле, у нас информации о том, что там происходит, достоверно нет. Вот. И понять, что там происходит, можно только рассказывать человеку, который непосредственно там есть. Вот. Ну, и Настя рассказала о том, что выходить на улицу нельзя, продукты купить нельзя. В этот же день, по-моему, мне привезли продукты. Это была помощь от Максима, то есть он нашел какие-то выходы. Я даже до сих пор не знаю, как он это сделал. И были огромные такие… Знаете, как у нас продают на рынках пакеты клетчатые? Вот было два клетчатых пакета, в которых было все. Туалетная бумага, салфетки, корм, еда, куча макарон каких-то. То есть передавалось то, что съедобное. Я понимала, что она долго застряла. Ну, я так уже смирилась с тем, что хотя бы еда есть у меня, у Миши. Мне в ближайшие, ну, недели две продукты не нужны были. Я поняла, что я могу расслабиться, пока вопрос решается. Если еще какое-то время выпускали на улицу один раз в три дня, то потом появилась пропускная система, появились какие-то разрешения на разовый выход на улицу, которые непонятно как и где получить. И если ты находишься, и ты не китаец, то, в принципе, вообще непонятно, как это сделать. И вот Настя рассказывала о том, что для нее еды как бы не остается, для собачки не остается. И ты предпринимаешь какие-то такие действия, о которых она даже, она не понимала, как ты это сделал. Ты нашел какой-то китайца там? Ну, везде есть друзья. Мир же... И в Хане у тебя были друзья? Друзья, друзей, друзей, друзей. Сколько ты их искал? Сколько тебе времени понадобилось для того, чтобы найти вот эту вот всю цепочку? Сутки. Были смешные, конечно, моменты. Какие? Когда человек находится в закрытом пространстве, да, ты там пересмотрел все фильмы, все это, и что делать дальше? То есть я спросил, Настя ответила, ну, не знаю, может быть, пластилин, может быть, какое-нибудь макраме. Я, конечно, спросил, говорю, а мне сказали, ты понимаешь, что здесь негде, в принципе, это достать? Ну. Ну, то есть Настя это воспринимает как супермен, который спас вообще от голода, в первую очередь. Ну, не, ну, прям-то голода не было. Собачку. Ну, для собачки тоже, как бы, важно, кормить-то надо. Да. Настя, скажи, пожалуйста, ты говоришь, что вот так вот очень внезапно Максим взялся тебе помогать. Вот ты как объясняешь, почему так произошло? Чужой человек находится просто за тысячи километров от тебя, вообще незнакомый. Вот почему он настолько проникся этой историей? Ну, это сейчас я уже знаю его, я могу объяснить, почему. Почему он очень любит помогать людям, и особенно он приходит, когда очень сложные истории. И ему прислали как раз-таки в день эвакуации списки всех людей, которые будут эвакуировать, и он должен был проверить паспорта и личности, сходятся ли это все. Может, он как раз тебя увидел, посмотрел, влюбился и сразу понял, что... Там была моя фамилия только. А, да? Даже фотки не было? Нет, там же прислали список фамилии, даты рождения, номер паспорта. Ну, и какая-то прописка, наверное, что-то такие. Просто он даже в интервью говорила, что ему показалось, что ты... Какого ты года рождения? Я 97-го, а было написано, что я 79-го. То есть у нас посольства ошиблись в списках, и он говорит, настолько все было как-то плохо с тобой на тот момент, скажем так, что ты не полетела. Твой год рождения был наоборот. И то есть, ну, как-то, ну, все совсем было как-то странно. И он позвонил, и как бы он говорит, ну, это странно просто, и я бы хотела, ну, как бы разобраться, в чем проблема. Как потом выяснилось о том, что на самом деле проблем вообще не было. То есть можно было на борт собачкой? Просто не взяли? Китайская сторона не запрещала, никто не заморачивался. Хотите улетать, улетайте. Я правильно понимаю, что, в принципе, ее могли посадить на борт, но не посадили по глупости чьей? Украинской стороны или китайской? Там какой-то мисс-мейдж коммуникацион был между нашим посольством. К сожалению, было посла, он появился гораздо позже. И в посольстве те люди, которые занимались этим, какой-то между нашей стороной и китайской получился проблем именно в коммуникациях. И разобраться в этом достоверно, к сожалению, невозможно. Ссылаются на то, что документы были не в прятке, но на самом деле, как казалось, это вообще не причина. Но ты уже почувствовал, что ты ответственный за этого человека, да? То есть ты уже, скажем так, нес... Но я был вовлечен в это все. И, конечно, я понимал, что если я пообещал, что я что-то сделаю для того, чтобы Настя вернулась, я должен это сделать. Тебе дважды даже набрал Владимир Зеленский? Почему дважды? Один раз он мне звонил, мне сначала позвонил его секретарь. За полчаса до звонка предупредила, что будет звонок, чтобы я была готова и была на связи. И я сидела, полчаса засекала время. Ждала, когда же это произойдет, потому что я вообще не ожидала этого. Ходила по квартире, как сейчас помню, пила этот зеленый чай расслабляющий. Успокаивалась, потому что я понимала, что если я начну переживать с селишком, то у меня начинает голос стергаться, и я просто не смогу сказать даже где. Знаете, как бывает, когда ты сильно волнуешься, сейчас спрашивают, а ты даже имя не можешь произнести. Когда мне позвонил, я помню, он, видимо, тоже как-то так растерялся, и мы первое время молчали. А потом как-то так обменивались фразами, то есть где мы, он пообещал помочь, там все, но это был такой короткий разговор, я бы даже сказала, и без каких-то больших эмоций. После звонка Зеленского что поменялось? Да ничего, честно говоря, ничего не поменялось, просто нужно было ждать. Это все, что от меня тогда зависело, потому что уже многие люди тогда эту историю знали, этой историей занимались, можно так сказать, и все говорили просто ждать. Почти два месяца я сидела, я ждала вот этого вот после звонка, после обещания, то есть вот этого все, я еще два месяца провела в Ухане, в закрытых стенах. Очень тяжело было. Я сугубо жила на своей страничке, у меня там была своя инста-история, я показывала, как я живу, развиваюсь в четырех стенах. Кто тебя тогда поддерживал в этот момент? Ну, поддержка наверняка нужна была. Ну, я общалась с очень, конечно, с родителями, очень много друзей стала писать, от этого, ну, о том, что я рассказывала, поддерживали. Но в основном это была мама, сестра моя тоже родная, бабушка, дедушка. То есть мы как-то так вот со всеми были на связи, но и мы с Максимом общались постоянно. Первое время мы переписывались по делам, то есть мы постоянно были на этом фоне, на связи. Видеосвязь? Нет, меня не тянет, я не тянул телефон, он меня видел по видеосвязи, когда я интервью давала только где-то, он меня так никогда не видел, ну, по фотографиям. Ты чаще ее видел из новостей, из каких-то там пабликов, все то проще. И из ее инстаграма. Из ее инстаграма, она постоянно онлайн была в сториз, когда ты ее увидел в инстаграме. С ума сошел от ее красоты? Ну, она очень красивая девушка. Ну, тебя она впечатлила, то есть внешне. Все равно мужчины любят глазами, ну, как бы там ни было. Как, вот, на что ты обратил большего всего внимания? Да, большинство мужчин визуал, и обращают внимание на… На много обратил внимания, вот. Но больше, или в комплексе привлекает еще сам голос, сама манера разговора, какие-то позиции, понимание и так далее. Когда у тебя екнуло? Вот когда ты понял, что тебе этот человек близок, и, ну, вот, ты что-то почувствовал? Это было еще тогда, когда она была в Ухане, или при встрече? Ну, в любом случае, человеку перед, как вы говорите, екнуло, сначала возникает предрасположенность. Это близость каких-то позиций, взглядов, отношений и так далее. Та коммуникация, которая была с ней, она же была волнами. Ну, то есть волна каких-то новостей поднялась, она погасла, и уже никто не звонит, никто не пишет. Ты продолжал звонить? Ты продолжал звонить? Ну, не всегда так получалось звонить в Китае, что есть ограничения на коммуникации, не забывайте, часовая разница. Там плюс 6 часов, поэтому мы списывали, созванивались, я какие-то вещи уточнял. Ну, а потом, когда стало понятно о том, что ничего не происходит, из этого нужно выбираться, потому что чем дальше будет, тем хуже, начали пытаться искать выходы из ситуации. Ну, вот, к слову о том, что там вот екнуло, ты имеешь в виду, что когда вы начали больше общаться, уже говорить на какие-то отвлеченные темы, в какой-то теме ты понял, что тебе близок этот человек? Появилось чувство какого-то знакомства. Но говорить о каких-то чувствах человеком, которого ты никогда не видел, не общался, одно же дело – это переписываться или видеть в интернете какие-то фотографии, новости или кусочки видео с каких-то обращений, а другое дело – это увидеть человека вживую и поговорить. Это две большие разницы. Это совсем по-другому. Когда ты поняла, что эти отношения уже не с целью помощи? Уже где-то, наверное, через месяц-полтора, когда я уже устала от того, что я нахожусь в квартире, мне не хватало собеседника по вещам, типа, почему там происходит это, почему происходит это, о вечности какой-то поговорить. То есть вот такие вот темы. Мне не хватало с кем поговорить. Я говорила со своей собакой дома. То есть с Мишей пошли кушать, Миша у меня вот с ней такое настроение. Именно поэтому, мне кажется, она меня так сейчас понимает хорошо, у меня такой взгляд человеческий, потому что я с ней общалась в этой квартире постоянно. И на какие-то свои наболевшие темы я ей рассказывала. А потом, когда я один раз, Максим меня что-то тоже спросил, расскажи о себе просто, откуда ты. Я начала рассказывать, и у нас вот так вот диалог завязался на часа два, наверное. И он мне в конце говорит, ты знаешь, я уже за сколько лет, наверное, так долго по телефону не разговаривала вообще просто ни о чем. Ну, о чем и ни о чем. И как-то вот она у нас так стала расти, эти вот разговоры, которые не связаны с личной жизнью абсолютно. А я о нем мало чего знала, я знала только, где он работает, и вот, ну, чем он занимается со мной. Вот, знала, сколько ему лет, знала, как вот примерно, чем он занимается, и все. А все остальное мы обсуждали такие поверхностные темы человечества, скажем так. И, наверное, это нас сблизило, потому что мы узнали друг друга совершенно с другой стороны. И не рассматривали изначально как партнера в будущем, или друга, или так далее. То есть мы общались вот как два человека, которым хочется о чем-то поговорить. Чем Максим с тобой делился? То, что ты делилась про свои, там, сколько, да, несколько квадратов в свою жизнь, что он тебе рассказывал? Что он любит футбол, там, что он раньше им занимался. Мы разговаривали вот на такие темы, кто чем занимался в детстве. Мы про детство очень много разговаривали. То, как я выросла, как он вырос, как он с мамой жил там на квартире. Он мне это очень классно описывал, вот свои эмоции. Ему не хватало общения на тот момент, и мне не хватало очень сильного общения. И вот, наверное, это нас так сильно сблизило. И когда я летела в Украину, я не знала, встретимся мы с ним или нет. Он в Киеве, я в Херсоне. Я в Киев в ближайшее время не планировала переезжать. То есть я хотела приехать, открыть фотостудию в Херсоне. У меня такие идеи оставались, планы. А когда уже город Ухань стали открывать, то есть с тобой стали появляться варианты, как выезжать в другие города, оттуда вы улетать в Украину. И с Пекина был рейсовый самолет, который летел в Минск. А оттуда можно было на автобусе доехать до границы. То есть это был единственный вариант. Я уже в последнее время, просто у меня такая апатия была, истерия, что я просто хочу домой уже. Просто заберите меня хоть как-нибудь домой, чтобы я уже увидела своих родных и забыла, это как страшный сон. И я уже, когда летела в самолете, я чувствовала такое облегчение, просто как этот Китай, который я так сильно хотела туда попасть, просто он сзади, я здесь, а он остался там. Слава Богу. И все, да. И все, мы расстались, как в море корабли. И когда я прилетела в Минск, я знала, что меня будет встречать Максим. И я так переживала больше не сколько за полет, сколько за встречу, потому что я его впервые в жизни увижу, и я его никогда в принципе не видела. И я не понимала, как эта встреча будет происходить. То есть я вот, и собака, тут два чемодана, и там рюкзак, я вот такая вот маленькая, и как мне все это, ну, что дальше делать? И вот из-за волнования все мои мысли просто стерлись в ноль. Когда я его увидела, у меня собачка начала же бегать, сразу же надо выгуляться. Я ему просто Мишу так поводок, как сейчас помню, привет, Максим, Настя, на, держи Мишу, иди гуляй. И он пошел его гуливать просто, и все. Помнишь на первую встречу? Ну, да. Мне обрючили собачку, я поднял руку, сказал, привет, я Максим, Настя, привет, я Настя. Мы сели и поехали. Нет, подожди, подожди, давай вот до этого. Вот почему ты взял машину и приехал ее встретить? Или это была твоя обязанность именно... Нет, я пообещал, что я встречу, я встретил. Ты ей пообещал? То есть это не такая, чтобы обязанность на работе, я должен встретить человека, который... Нет, конечно, нет. Я просто сказал, что я встречу, потому что Настя говорил, да не надо, я сама доеду, как-нибудь это, до Киева, с Киева там поезд или меня встретят. Я пообещал, приехал, встретил. Первое твое впечатление о Насте? Я не понял своих ни чувств, ни ничего. Это было очень субурно, быстро и достаточно непонятно. Первые там часы общения, оно было очень дистанционно, насторозно. То есть мы, да, разговаривали, но как-то на общие темы и друг друга, наверное, изучали. Ну, а Мишель бегала, скакала, ей было все интересно. Неловкость была, я не понимала, как общаться с Ним. А почему неловкость? То есть что-то уже как бы возникло? Ну, как? Ну, мы же общались в долгий период, и у нас уже какие-то были такие, как... Я не сказала, что это чувства, а как интерес друг другу, даже так сказать. А когда у тебя человек интересен, ты уже начинаешь как-то волноваться в любом случае. Я помню, волнение это было, и у него, у меня, и даже такая мандраж небольшая. То есть что-то же там внутри чувствовалось, что это какая-то уже интересная встреча. Но когда мы ехали в машине, первое время у меня такой сумбур, помню, был, я не понимала вообще, где я. И уже там через какое-то время мы стали общаться. Это когда еще, когда ехали? Ну да, нам же ехать, это сколько? 15 часов до Херсона или... Вы рядом сидели? Ну, спереди, он же за рулем ехал. А, то есть он приехал на служебной машине, на своей? Нет, на своей машине приехал просто. На своей машине сам приехал один, тебя забрать, с твоими баулами, с собачкой. Он мне пообещал, что он меня довезет домой. Вот и он меня и вез домой в Херсон. Ты ей задала вопрос, как ты ехал 15 часов за мной? Почему там, ну, ежедневно, какая-то служба? Ну, уменьшая, с Киева туда ехать часов 6-7. Ну, все равно, человек лично приехал, понимаешь, что такой моментик, глава миграционной службы. Я волновалась. Мы друг друга узнали вне работы, вне положения в обществе. То есть он знал меня, как девочка-собачка, которая застряла в квартире в этой вот 3х3 и не может оттуда выйти. А я его знала, как человека, который предложил мне помощь. И еще и как психолог мне потом помогал. Ну, он меня выслушивал, а я его выслушала. То есть я его видела, как человека, с которым мне очень круто общаться. Что за машина у Максима? И какой он водитель? Водитель он классный, машина была белая. Что за марка? Я в них не особо разбираюсь. Белая машина, ну, туда влезло два чемодана. Это я точно помню. Это джип, это там, Лексус, это Тойота. Ты же сама машину себе купила. Я не знаю, честно. Я не помню марку названия машины. Но я помню очень хорошо, что у нас вот здесь вот на заднем сидении стоило два чемодана. То есть грузовой отсек был очень маленький. И Миша была у меня на руках всю дорогу постоянно. То есть она туда не заходила. И когда мы общались, то есть я не могла особо так лечь, потому что там чемоданы. То есть мы общались сидя. У нас было строгое общение. Вот. Темы, ну, мы обсуждали, конечно, уже, наверное, более личные. Например, он меня спрашивал, какие планы у меня на ближайшее будущее. И я ему рассказывала. Говорю, сейчас вот сижу, карантин, открою фотостудию, вы движете в Херсоне. А Максим, да, 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 уже, наверное, на тот момент. Я не знаю. То есть, ну, как бы, на тот момент я не знала, а сейчас-то я уже понимаю, как бы, о чем он уже тогда думал. Ну, с горем пополам мы доехали до Херсона. Мы заехали, цветы купили. Я очень всегда хотела бабушку. Бабушка же не знала, что я еду в Украину. Мама сказала ей, что я еще в Китае. Она не знала, что я лечу в принципе. У нее был день рождения 1 мая. Я же думаю, как раз вот день рождения, я приеду. Ну, это будет классный подарок. Мама сказала, что будут какие-то гости. Бабушка там прихорошилась, все. И мне так неловко было. То есть, как бы, тут стоит Максим, тут стоит бабушка. То есть, я сейчас сразу же зайду домой. А как бы, ну, что делать? В итоге мы начинаем эти сумки заводить. Бабушка говорит, давай ему кофе сделаем. Мы же столько в дороге ехать. Мы еще как бы обратно ехать, сколько там, 8 часов. Он устанет. Я ему предлагаю выпить кофе. Он говорит, да, хорошо. И он его реально хотел. Это я уже сейчас знаю, потому что он хотел спать. Он заходит, и бабушка, она не знает, кто это. Но она не понимала, кто это просто. Я ему даже не рассказывала. Жениха привезла с Китая. Ну, она, я сказала, что мне помогли приехать. Что у тебя бабушка? Достает мой детский альбом. И начинает показывать мои детские фотографии, где я маленькая. Ну, знаете, детские фотографии, где без трусиков или что-то. И я стою и думаю, бабушка, вот что ты делаешь просто? Бабушка потом, только когда уже Максим уехал, я ей все это рассказала. И знаете, что бабушка сделала? Ой, и все. Ну, уже сейчас мы это вспоминаем смешно. Максим где-то побыл часа два. Он посидел, передохнул, кофе выпил, наверное, чашки 3-4. Говорит, ну, я поехала, надо на работу ехать завтра утром. И все, мы, получается, попрощаемся. И он мне дает конверт. Говорит, откроешь его, когда я уеду. Ну, и хорошо, он уехал. Я вещи давай разбирать. Я забыла, я завезут конверт сначала. Начинаю его открывать, а там было письмо его мыслей. Он мне рассказал, ну, там, описал там свои мысли, чувства рассказал, свои желания, что я ему нравлюсь, и что у него интересно очень чувство в сердце, в душе. Я это письмо запаковала, и он мне звонил, спрашивал, ты прочитала письмо или нет? Я сказала, да, нет, я не читала. А потом через пару часов мне еще перезванивал. Ну, и мы начали эту тему обсуждать. А когда он его написал это письмо, то есть он уже за тобой ехал, уже был с письмом? Ну, наверное, ну да, он же когда его напишет, мы в дороге были. То есть он его писал, наверное, когда знал, что я прилечу, или я не знаю, когда он его написал. Вопрос по поводу письма. Если ты ехал на встречу к Насте, еще ее не видя, не видя ее глаза, не видя, ну, как бы вообще человека, когда ты это письмо написал? В Киеве, когда я ехал к ней на встречу? До этого, да. До этого? А как ты понимал, то есть ты, получается, влюбился в нее уже по телефону? Это были смешанные чувства, но я написал то, что я думал, и я же не знал, отдам я его или нет. И в любом случае я не знал, прочитает Настя его или нет. То есть ты думал, если я ее встречу, то это письмо ей не... Ну, это же сложные отношения, то есть это достаточно непросто, и все могло пойти совсем не так. Поэтому я отдал конверт и уехал. И Настя, то, что она мне говорила, она его тоже открыла не сразу. Или тебе так сказала? Ну, нет, я ей верю. Когда отдавал это письмо, переживал, что она может что-то как-то не так понять или, может быть, не принять? Я не то, что переживал, но я в письме написал о том, что оно не имеет никакого смысла, если то, что я там написал, тебе не нравится, не подходит по какой-то причине и так далее. То есть я ей написал, что нет никаких обязанностей из-за того, что я участвовал и ей помогал. Потому что это очень неправильно, чтобы человек что-либо делал из-за того, что он считает, что он тебе чем-то обязан. Ну да, конечно. Поэтому у нее была возможность и не открывать письмо, и прочитать его, порвать, и просто ответить, ну, окей, и вся эта ситуация сошла бы на нее. И что? Ты почувствовала? Ну, я в шоке была, честно. Ты была в шоке, да? Да, я была в шоке, потому что я об этом не думала, и я к нему относилась, я вообще не планировала отношения, когда приеду, думаю, боже, я сейчас успокоюсь, отдохну, позанимаюсь своими делами, приду в себя, я как-то вообще об этом не думала. А к Максиму я относилась как к человеку, с которым мне интересно, классно общаться. У меня были интересные такие чувства, которые переворачивали все внутри, когда он мне звонил, я ждала его звонки даже периодами, но я не задумывалась об отношениях, то есть на этот момент с ним. И только вот письмо о его чувствах, о его мыслях, такая, думаю, вот оно как-то в самом деле было. Так он давал знаки какие-то. Ну как, мы обсуждали с ним там отношения, но вот не было какой-то конкретики, то есть оно просто к этому как-то шло. Ты узнаешь, что вот у него такие чувства. Ну, я ему позвонила, он остановился, он еще был в дороге, мы обсудили это письмо, мы пришли к тому, что это серьезная тема, нам нужно это обсудить вживую. И он сказал, я приеду, я сейчас решу пару вопросов в Кивке по работе, я приеду. И все, он получается отработал до пятницы, в пятницу он уже ехал на Херсон. И что, ваша первая встреча уже в совсем другом формате? Ну, я уже знала, да, что это уже как бы встреча совершенно другого характера имеет уже. Я к этому готовилась морально, мысленно. Мне было немножко страшно, и я не понимала, что будет дальше. Что на этот момент в твоей жизни происходило? Какой этап? Сложный был? Ну, сложный, это так не описать. Это тема даже не разговора для интервью. Это больше связано именно с отношениями, да? Это переоценка жизни, каких-то стремлений и так далее. Ну, я правильно понимаю, что это были уже сложные отношения в семье? В том числе, в том числе. Ты извини, но мы будем говорить о прошлом, да? Ты 20 лет пробыл в браке с супругой Юлей, с бывшей супругой Юлей. До Юли были еще какие-то отношения? Именно серьезные отношения, это вот первое. Мы познакомились достаточно давно, задолго до свадьбы, но отношения не сложились. Потом мы случайно встретились и вспомнили о том, что мы уже когда-то встречались. Там был перерыв по 4 или 5 лет. А потом мы завязались отношения. Сколько деткам лет? Это Дарья и Денис. Ну, Даша в этом году заканчивает школу, она занимается там Депа, Зено и все остальное. Это очень ее волнует. Вот. Один из 13 лет. Ты по телефону сразу, Настя, сказала о том, что ты женат, что не свободен. Или как это все было, да? Да, да, я сказал, потому что я женат, у меня дети. То есть, это произошло достаточно быстро в разговоре. Она спросила, я ответил. И это не было какой-то новостью, там, при встрече, после встречи. Это случайно выяснилось. После письма пришлось же поговорить? Да. После признания. Она была ошарашена? Это тяжелый момент. Я не очень хочу вспоминать. Тем более, это, я говорю, связано не только с отношениями, а с какими-то внутренними вопросами, которые я себе задавал, чего я хочу в жизни. И для мужчин это очень тяжелое решение. При наличии двух детей, одни говорят взрослых, другие от не взрослых, но все равно двух детей, это очень тяжело. Ну, я правильно понимаю, что к тому моменту, когда вы начали общаться, ну, Максим еще был женат? По-моему, да, но они стали разводиться вот через месяц еще, когда я стала, была еще в Ухане. И на развод он подал уже, когда я прилетела, получается, то есть это был апрель, и, ну, они и не были вместе, но тут перед, когда я приехала в Украину. Ну, он тебе что-то рассказывал, просим, и то есть вот ты говоришь, что там были сложности. Конечно. Ты понимаешь, что сложности были из-за этого, в первую очередь? Ну, скажем так, да. Когда он сказал, когда по телефону вы еще общались с Уханей? Да, это был Ухань, и, ну, это же последние, наверное, недели было так, то, что мы на личную тему особо не обсуждали, а потом как-то к этому пришли случайно, и, наверное, пожалели, что пришли, потому что у меня такой, ну, было потом из-за этого волнения, но мне потом объяснил, что не все прекрасно, что, ну, как бы есть некоторые нюансы, я бы с тобой не общался, скажем так. Ну, и потом уже, когда я прилетела, у них уже пошел развод, и я всю тему эту не очень хочу обсуждать, но оно как бы все к этому шло, и когда он уже приехал второй раз в Херсон, то у них уже, получается, все было, ну, развод. Я поддал на развод в апреле месяце, 27-го, 24-го, через два дня после того, как я встретил Настю. Встреча с Настей как это повлияла на твою такую решительность, решимость? Чувство, есть мировоззрение, понимание, чего ты хочешь от жизни, и как ты хочешь жить, и к чему стремиться. И это смесь, которая заставляет двигаться, подпрыгивать и достигать чего-то нового. Нельзя сказать, что вот любовь и вот все. Нет, это совмещение такое чувств, желаний, желание куда-то двигаться. Юля, знала, кстати, вот о том, что в твоей жизни появилась Настя. Я же сказал, мы тогда поговорили о подобном разводе. Ну, для Юли твоё решение было уже таким понятным, или это был такой, ну, как бы, неожиданный момент? Неожиданный, да? Неожиданный. Для меня это до сих пор достаточно тяжело. Я понимаю, что я нанес, конечно, достаточно большой психологический, и, ну, фактически, удар по человеку. Что было у тебя внутри, когда ты поняла, что этот человек, ты к нему неравнодушна, он тебе не безразличен? То есть когда ты поняла, что этот человек тебе нужен? Ну, наверное, то, что он мне нужен в душе и вообще по общению, я поняла еще, когда мы вот стали близко общаться в Ухане. То есть я его почувствовала своим человеком, которому я могу доверять абсолютно все. Когда я приехала в Украину, очень, как бы, мне нравилось в нем то, что он то, что говорит, то и делает. То есть он человек слова. И он подходит ко всем вопросам очень серьезно. Нет вот этого вот, а вот может быть так, а вот может быть как-то по-другому, и оно все меняется. Я сказала, я сделал. Вот я приеду, и он приехал с Киева. Он ездил каждый выходной ко мне в Херсон, просто чтобы провести со мной выходные и увидеть меня. Так это было часа? Раза четыре, он пять точно ей приезжал в Херсон. То есть первый поцелуй, когда у вас произошел? А в Херсоне еще? Кто синициировал? Ну, как-то... Пока бабушка пошла на кухню? Нет, ну, поэтому... Он тебя приобнял или как? Ну, как мы... Я не помню, как это произошло. Мы, по-моему, сильно кухня в этот вечер. Какой-то правильный момент, как щелчок такой произошел. Если я после этого ничего не помню, ну, как... Она такая интересная, такое чувство волнительное было. Максим, твой типаж? Да. Да, я бы сказала, да, сто процентов, да. Потому что я очень люблю мужчин с широкой спиной. И мне нравится чувствовать себя маленькой девочкой. А он два метра ростом, а я метр шестьдесят восемь. То есть я даже, когда каблучки одеваю, я сочувствую дюймовочкой. И он такой, ну, он очень интеллигентный, и на него очень хочется смотреть себя. Помнишь первый поцелуй? Да. Где? Нет, не скажу. А я-то уже знаю. Ну, это хорошо. Ты-то помнишь? Я-то помню. Сойдутся ли мнения? Помню, помню. У бабушки? Ну, конечно. Твоя была инициатива? Долго к этому готовася, как с письмом? Как обоюдная, но сказать, что это какой-то такой поцелуй, это был какой-то момент, вспышка, и все. Вот. Когда он тебе предложил переехать в Киев? На последний раз, когда он приехал, он говорит, собираю вещи, я тебя собираю в Киев. Спустя сколько времени твоего пребывания в Украине? Ну, наверное, дней двадцать. Я собрала вещи, наверное, по-за сутки. То есть я эти вещи даже не перебирала. Я еду в Киев, все, я еду с Максимом. Вот все такое, это была мысль интересная. И все, он потом приехал, он просто запаковал меня в машину, сказал бабушке, спасибо вам за внучку, я ее забираю. К этому времени он уже уехал с семьей или как было? Да, да. Ну, то есть вы сняли... Они уже тогда не жили вместе. Уже не жили вместе. Ну, когда я уже была в Украине, они уже не жили вместе. Они уже даже последний период времени, когда я была еще в Ухане, они уже не жили вместе. Я аж у него тоже спросила, а что, как вообще, что делать, где жить будем, ну, он говорит, не волнуйся, я уже все нашел. И он нашел квартиру однокомнатную, такую уютненькую, классную. Ну, и как-то оно так у нас все пошло уже на Киев. Как развивались отношения с Настей, учитывая всю сложность ситуации? Легко, легко. Настя во многих вопросах она понимала, некоторые вещи спрашивали, некоторые догадывались, мы о чем-то разговаривали, но достаточно легко. Ты к ней несколько раз в Херсон приезжал из Киева? А потом буквально через какой период забрал ее обратно в Киев? Не обратно, а уже к себе туда, в Киев? Через, наверное, месяца полтора. Она говорит, к ней через 20. 25. Что-то прям вообще быстро. Ну, в начале июня, если я не ошибаюсь, ну, то есть месяца чуть-чуть, приблизительно. А вот ты понимал, что это нужно сделать вот сейчас, вот поспешить? Если мужчина решил, то почему он должен затягивать? Вы начали жить вместе, и что такое общий быт, когда ты человека знаешь, ну, по сути, там, 20 дней наезды? Это было удивительно, на самом деле, но у нас есть классная черта, это то, что мы говорим друг с другом, это немаловажно, то есть мы обсуждаем все комфортные и некомфортные темы. У нас есть разница в возрасте все-таки. Да, 20 лет. Да, ровно 20, и нам нужно этот вопрос в любом случае обсуждать. То есть мы, есть проблема, мы ее обсудили, то есть мы не протягиваем ее, не отлаживаем ее в тот долгий темный ящик, потом открываем, а там летучие мыши уже вылетают оттуда. Очень интересно. Да, и это его подход, кстати, был, потому что я поначалу так больше скрывала свои чувства, а он мне посадил, говорит, надо разговаривать. Так. И все, я как бы уже приняла эту тактику и думаю, ну, так же проще жить, на самом деле. У нас до сих пор, кстати, вот сколько мы живем, уже больше, чем полгода вместе, у нас до сих пор особо ссор нет. Что такое быт? С человеком, которого ты знаешь буквально пару месяцев. Оказалось, все это просто. Оказалось, все это просто, интересно, и каких-то даже мелких проблем нет. Момент разницы в возрасте тебя как-то смущал, лично тебя, ты понимал, что на 20 лет старше. Вообще, это какой-то есть момент вот для мужчины? Момент переживания, конечно. Конечно. А что именно, ответственность? Это не просто, наверное, ответственность. Но, во-первых, любая женщина мечтает о том, что жить долго, счастливо и иметь детей. Потом речь идет о качестве жизни. Также вопрос о том, как человек себя ощущает. Потому что многие себя и в 30 лет ощущают стариками и так далее. А с Настей у меня ощущение, конечно, о том, что мне не 40 лет. А сколько тебя, на сколько ты себя чувствуешь? Ну, 25-28. Почти одна годка. Меня выдает Сигина, да. Что такое отношение с мужчиной, который на 20 лет старше? Вот в чем разница? Ой, разница очень большая на самом деле. Разница в том, что мне с ним спокойно. Я себя чувствую защищенной женщиной, за которую постоят в любой ситуации. И это как раз-таки вот показала вот эта вот ситуация в Ухане. И мне очень тепло, комфортно, уютно и спокойно. Вот спокойствие и чувство для женщины, мне кажется, очень важное. И одно из первых. Потому что, когда вот такие вот нервотрепки бесконечные, какие-то выясненные отношения, это очень трепет душу, и ты постоянно о чем-то плохом думаешь. А у нас нет, в принципе, такого. И у нас и мыслей плохих нет. То есть мы пришли. И я, например, не стесняюсь сказать, что я устала после работы. И он спокойно встанет и приготовит ужин, накроет на стол. Либо он мне пишет, Настя, я еду домой, я такой злой, мне так хочется кушать. Накрой стол просто. Он приходит все готово, у него все этот, я уже включила сериал, он приходит, садится, и он расслабляется. Что в отношениях с Настей, ты понимаешь, вот это то, чего ты хотела? Вот это что? Это легкость, это возможность поговорить. Ну, что действительно ты приобрел? Это простота. Это отсутствие каких-то проблем и непонятных вещей, которые остаются нерешенными и откладываются, откладываются, откладываются. То есть такого нет, и мы ни разу с этим не сталкивались. Как думаешь, это в силу возраста, возможно, что она еще молодая, и вот она, так сказать, не обремененная опытом? Ну, симбиоз человека старше, да, ну, то есть я вижу, что мне помогает избегать дурацких конфликтов, которые просто могут произойти на ровном месте из-за ничего. А Настя не дает никакого повода для каких-то конфликтов или разговоров. То есть это симбиоз простоты отношений и какого-то моего опыта. Но мне иногда кажется, что Настя по своему пониманию жизни, по своим словам, по рассуждениям, она гораздо старше. Поэтому я же сильно тогда удивился о том, что она 97-го, а не 77-го года. Да, я поняла. Какие качества в Насте тебя удивили? Я не знаю, там, ты прям, о, интересный. Их много, некоторые лежат на поверхности. Допустим, это еда, которую ты ешь. Она тебя какими-то китайскими удивляла? Нет, ну, я всегда плохо относился к морепродуктам, да. Я начал есть суши, вот. Опять же, ну, не все, но тем не менее. Травы, я имею в виду всякие, там, проростки, пшеницы и так далее. Это она тебя подсадила на вот эту всю здоровую еду? Ну, как-то мы вот так в магазине покупаем, делаем салаты. Подача с реверовкой. Вот, Настя очень к этому относится. Она любит красоту, даже в таких мелочах. Фотограф. Она очень красиво это оформляет. Всегда это оказалось очень просто. Некоторые вещи я перенял утром на завтрак. Какие-то там, какие-то сырники. Оказалось, да, я умею делать сырники. Ты приготовил? Ну, да. Раньше ты не готовил? Ну, когда-то, наверное, готовил, но так, чтобы вот так вот меня интересовали рецепты, я пытался комбинировать вот так или так, или так, и какой-то подачей. Тебе хотелось удивить приятное сделать? Нет, мне всегда нравилось готовить, но оказалось, что это очень даже увлекательный процесс, тем более, если это делаешь вдвоем. Угу. Какой Максим жених? Как он ухаживает? Расскажи. Я не назову это ухаживанием, я назову это просто классными, крутыми отношениями. Мы вот могли просто все проблемы телефона выключить, включить какой-то фильм, насыпать себе семечек и смотреть просто какой-то обалденный фильм, вот реально. И это было для меня просто как, не знаю, лучший поход в ресторан или там куда-нибудь еще. То есть мне классно быть дома, на самом деле. Ну вот у тебя в сториз ты показывал, как он делает какие-то сюрпризы, романтические вечера, там в ресторане, и какие-то на день рождения, да, твой? Я очень хотела, чтобы мои друзья были и родители, но на тот момент они еще были в Польше, а друзья не смогли приехать в Киев. И я плакала, я плакала за 2-3 дня, по-моему, до своего дня рождения, что я одна. Он говорит, ты просто доверься мне, я этот день сам сделаю, просто доверься. И все, я утром проснулась, весь потолок в розовых шариках, 23 цифры, огромный мольберт стоит, потому что я раньше рисовала с картиной, подарок и торт стоит. Я говорю, когда? Я только проснулась, 10 часов утра, а ты уже это все успел. Он говорит, это еще не все. Он говорит, собирайся, мы сейчас едем дальше. Я очень сильно хотела попасть в Востоку Резиденс, я видела это в Инстаграме, там как бассейн, такой музыка играет. В общем, в комплекс, да? Да, да. И мы поехали туда вдвоем. Он говорит, мы там только до обмена, а потом на вещи у нас другие планы. И каждый раз я у него спрашивала, что мне надеть, он не говорил. Это вечер, это, скорее всего, будет какой-то ресторан, он говорит, ну ты можешь так думать. И я вот оделась примерно как для ресторана, ну думала, может какой-то будет просто ужин. А в итоге мы приезжаем в квартирный комплекс обычный, как квартира, свеча. Там крыша, я боюсь высоты. Я плакать стала на ступеньках, когда мы уже были на 24 этаже. Там нас встретила женщина, она говорит, не переживайте, это не крыша. Оказалось, это крыша все равно. Романтический ужин. Да, когда я поднималась на последних ступеньках, я так вот упиралась, я не хотела выходить на крышу. В общем, Максим очень романтичный, он умеет хорошо делать сюрпризы. Что подарил? Подарил, ну весь вечер вот этот вот. Он мне подарил мольберт с картиной, подарил мне еще маленький объектив, который очень сильно я хотела, полтинник для фотоаппарата. И вообще, в принципе, весь этот день это был самый лучший подарок. Как Максим сделал тебе предложение? Это спустя сколько времени после вашего знакомства? Это была осень. То есть спустя где-то полгода после вашего знакомства? Вы обнародовали отношения? И он мне сделал предложение через месяц, через полтора примерно. Где-то вот октябрь-ноябрь это было. Ты была в шоке? Ну конечно, я вообще не ожидала. Я не думала, что мне могут сделать предложение. Ну я не знаю, я к этому не готова была просто. Да что ты молодая или что ты между ними благодарила? Просто я вообще не об этом думала. Я не думала, что мне вот так быстро могут сделать предложение. Я никогда об этом не задумывалась, никакие намеки не подавала. И он тоже тем более никакие намеки не подавал. Мы просто жили классно. Мы путешествовали на машине каждые выходные. Там в Одессу, Львов, в Херсон часто ездили очень. А тут мы поехали в очередной раз в Одессу с подружкой, еще и с подружкой. И он мне вечером приносит эту коробочку с кольцом. А я думала, это просто подарок какой-то. Но я не знаю, я не ожидала. И он говорит, ты будешь, выйдешь за меня? Будешь, моя жена? И? Ну я, конечно, сказала, да. Расплакалась, он тоже расплакался. Но это такой момент очень волнительный. И я была к этому морально не готова, честно. Предложение руки и сердца. Знаешь, вот многие девушки ждут это предложение годами. И так, чтобы... Да и Настя сама говорит, я вообще как бы не ожидала, что вообще я выйду замуж так рано. Вот как тебе пришло вот это вот желание сделать такое предложение? И так быстро. Ну, мы общались, мы жили вместе. Это правильный процесс, чтобы человек был уверен. И эти отношения были оформлены для всех, чтобы не было каких-то суждений и то кривотолков в разговорах, а почему они свадьбу не играют, почему они не расписывают. Ты хотел кому-то что-то, ну, как бы... Нет, я не хотел ничего никому доказывать. Это же наше дело личное. То есть я не хотел кому-то что-то доказывать или не доказывать. Просто мужчина, который 20 лет прожил в браке, развелся и сразу же жениться, то есть, ну, как бы мужчина сам даже должен пойти. И сразу прошло достаточно много времени. У нас обоих ощущения, что прошло уже много лет. А вот, кстати, по поводу того, что Настя ведь, так как человек публичный, блогер уже сколько у нее, там, 100 тысяч подписчиков, она выставляла фотографии, значит, с мужской рукой, с бокалами. Есть у нее кавалер. Тебя это смущало, что на нее афишируют? Или наоборот, ты был противником того, что, как бы, афишировать отношения, и пока нельзя? Я не был противником, да, но пока я не оформил развод, потому что это не происходит в один день или там за неделю, да. Это происходило достаточно много времени и закончилось аж в августе. И мы не афишировали отношения, не афишировали фотографии и так далее. Да, мы выставляли там, были в Херсоне, сделали татуировку. Чья это была идея по поводу татуировок, чья инициатива? Ну, у Насти была такая татуировка. Это что вы сделали? С сердцем с самолетиком. Я всегда любил авиацию, поэтому с Настей она была, у меня она появилась. Но она точно такая же. И еще что-то вы набили? Ну, а уже после свадьбы в тот же день вечером мы набили дату встречи и, ну, это длинная римская надпись на руки. Когда вы передали всю публичности ваш роман, это был достаточно сложный период для вас обоих, насколько я понимаю. И вы к этому, ну, готовились, да, как-то? Ты понимал, что, ну, пора уже об этом рассказать? Ну, это было на мой день рождения. Да. То есть ты получил как раз уже, уже развод случился, правильно? Да. И вы решили об этом рассказать? Мы об этом написали. А почему решили рассказать? Мы лишь так же продолжать встречаться. Ну, хорошая. Твоя была инициатива? Или Настя? Совместно. Мы опубликовали, и там понеслась реакция, конечно, безумная. Комментарии. Ты ожидал? Я не ожидал, что это будет настолько сильно. Не всегда приятно, конечно, читать комментарии, потому что часть, конечно, ботов, которые разносят какую-то информацию, часть людей пишут какие-то комментарии достаточно невменяемые, при прочтении которых ты понимаешь, что это не совсем адекватный человек. Тебя это расстроило, вот когда понеслась такая буря? То есть ты не ожидал такого негатива? Я бы не сказал, что расстроило, но огрочило, говорят. Ты знаешь, один из комментариев, который я помню, что, значит, ну понятно, Настя родственница тети жены президента, поэтому Максим в нее и влюбился. Во-первых, это неправда, а во-вторых, теории заговора – это всегда очень интересно. Иногда это смешно, иногда это глупо, иногда это досадует, потому что кто-то под этим пишет еще свои комментарии и разгоняет какую-то истерику по этому поводу. Когда начали писать, что, значит, Настя там танцевала, гоу-гоу в клубах, вот, ну, как для тебя, как для мужчины, когда обижают твою женщину, что ты чувствовал в этот момент? Это тяжело достаточно, но я не видел и сейчас не вижу в истории ничего такого, чтобы было какой-то запредельной новостью. Из Уханя, по-моему, эвакуировали там человек 17 танцоров из коллектива, вот, у всех своя работа. Это ощущение, конечно, что кто-то что-то разгоняет, пишет и так далее, особенно люди любят какие-то жареные факты такие. Это, это, ну, это неприятно. Тяжело ли тебе было тогда, когда ты сталкивалась с таким явлением, как сладшейминг? Знаешь, что это такое? Это фактически травля женщин, девушек за то, что они как-то там проявляют свою сексуальность или же строят таким образом свои личные взаимоотношения, которые там почему-то мнению не соответствуют общепринятым моралям. То есть к чему я веду? Что было же много комментариев по поводу того, что, значит, разлучница или там еще что-то. Вот мне кажется, это как раз ты и стала жертвой вот этого понятия сладшейминг. В Китае, значит, где-то там танцевала, танцы гоу-гоу, ну, ты же понимаешь, да, что начитались как бы многие, то есть кто-то поддерживал и желал счастья и говорил, что классно, невероятная история любви, ну, а такое только нужно мечтать, там, познакомились и влюбились. Другие же начали там какую-то подноготную искать, чем занималась в Китае, дальше познакомились, разлучила, значит, и двое детей остались на стороне. Вот это явление, вот как ударило по тебе, вот именно вот эти вот обвинения. Ну, скажем так, люди всегда придираются к парам знаменитым, у многих у людей какие-то проблемы с головой, это они не скрывают. У многих людей есть проблемы с жизнью, и из-за этого они думают, что, ну, все вокруг виновны в том, что у них что-то не так. Чаще всего это вот как раз таки и эти люди писали, что я там какая-то не такая или еще что-то, хотя, ну, я не знаю, все было, по-моему, честно, и мы об этом написали сами. То есть, если бы было бы что-то не так, он был бы женат, а мы с ним встречались, но я не думаю, чтобы мы бы так эту тему рассказывали и писали о ней, и ходили так спокойно на интервью. Дети все-таки есть, которые это все слушают, читают, которые знают правду. С его бывшей супругой Юлией ты знакома? Успели? Вы абсолютно никак не контактируете? Да, а смысл какой-то, ну, это разные абсолютно люди, мы с ней, ну, я благодарна ей за то, что какой он сейчас, и это его прошлое, я уважаю это прошлое, и Максим, он никогда не забывает за детей своих, то есть праздники, Новый год, там, день рождения, он утром едет, поздравляет всех, к маме тоже, что напоминаю, чтобы он звонил, там, писал, не забывал. Это, ну, это жизнь его, в любом случае. С детьми вы, ты не общаешься тоже пока еще? Ну, пока нет, ну, то есть мы дали время, конечно, к этому время в любом случае придет, и, ну, к этому мы уже готовы, в принципе, морально, что это когда-то произойдет. Значит, вы решили это все обнародовать? Да, мы к этому вопросу подошли, конечно, серьезно, мы очень долго думали, когда, что написать, как рассказать, я просто потом говорю, давай расскажем просто свою историю, как мы познакомились и как все это произошло. Пусть люди просто уже знают нашу историю и не придумывают ничего нового, то есть мы уже рассказали, как оно есть. Для меня, как человека, как публичного, я понимаю, что на тебя, ну, скажем так, слава свалилась буквально, да, там, в какой-то просто в один момент. Дальше был уже вот этот такой, знаешь, камин-аут, который вы сделали вместе с Максимом, и, ну, то есть тут вот вообще просто буря, наверное, была. У вас двоих что происходило во взаимоотношениях? Возможно, знаешь, где-то вот искра немножко угасла, или наоборот, это стало более как-то вы там сплотились. Вот у вас в отношениях что происходило в этот самый сложный период? И когда этот период был самый сложный? Самый сложный был, да, когда мы сказали об отношениях, но в этот период как раз-таки мы больше сплотились, потому что, ну, читая эти комментарии, нормальный человек, который взрослый человек, воспитанный, который знает, как устроен этот мир, он даже на них не обратит внимания. Ну, пишет с матами, тем более. Ну, люди-то тебя это расстраивали? Ну, первое время, конечно, расстраивало, потому что, ну, я, то, что меня это расстраивает напрямую, что, ну, как-то я не была готова немножко к этому. Поэтому мы просто отошли от, скажем, плохой стороны комментариев и в них не вникали. Потому что, ну, там нет никакого смысла и идеи у этих людей, по ним просто что-то пишут. Как вообще ваши друзья, ваше окружение реагировало вот на это, когда уже все узнали? Были ли такие люди, кто вот разделился, значит, мы против, потому что он бросил семью, там, а Настя, значит, разлучница? Из наших друзей знакомых? Ну, скажем так, из вашего окружения, да? Нет. Все, все вот с кем он общался, ну, все знают настоящую нормальную историю. Без разлучницы, без плохих комментариев, они знают нас настоящих и как оно у нас все было. Из близкого окружения, ну, все, все абсолютно нормально, адекватно к этому отнесли. По поводу вашего семейного бюджета, как он у вас формируется? Уже семейный бюджет, уже полноценная семья? Ну, у нас он с самого начала формировался, как что-то плачу, я что-то платю. То он, я же с Китая приехала, у меня же были свои финансы. Кто больше до зарабатывал, ну, вот до встречи? Кто больше из вас зарабатывал? Я не знаю, я никогда не спрашивала, сколько он зарабатывает, и я этим особо не интересуюсь, потому что, ну, у меня есть свой заработок, и я не завишу от него стопроцентно. То есть ты хочешь сказать, что у вас прям европейская семья, то есть вы где-то, ты в ресторане можешь заплатиться? Я могу сказать, что я сегодня плачу. Он это позволит? Конечно. Ну, у нас же это все общее в любом случае. У нас, в принципе, нет такого понимания, что эти деньги его, а это деньги мы. Ну, опять же, как в семье, да, там, если то, что я заработала, девушка, это как бы мое, то, что он заработал, это наше общее, как у вас. А у нас еще больше интересное. Да, я сейчас открыла фотостудию, и все деньги, которые я зарабатываю с аренды фотостудии, у меня есть копилка, которая написана на всякие желания. И я туда кидаю все деньги, которые я зарабатывала со студии, и каждый месяц вот этой заработанной суммы я вкладываю в новый сезон. То есть я эти деньги даже не трогаю. Билеты на Мальдивы кто покупал? На Мальдивы? Мы не были на Мальдивах, мы были на Занзибаре. Занзибар, боже мой, слушай, это просто где-то эти отметки, я почему-то не... Нет, нет, нет. Хорошо, билеты в Занзибар кто покупал? Билеты покупал Максим, я покупала путевку, потому что я... Это был как бы подарок на Новый год друг другу. Ты шопинг любишь? Как относится, да, Максим, к шопингу, как относится к брендам? Бренды, я не знаю. Я, в принципе, очень много чего купила в Китае, очень сильно, которое хотела. Первое, что я купила, это была сумочка такая Louis Vuitton через плечо. Это была копия? Фейк или оригинал? Нет, это я заказывала. Оригинал? Да. Я выпала на очень хорошую цену, и я подумала, почему я не могу себе купить оригинальную сумочку. И она у меня до сих пор в том же состоянии, сколько я ее сносила, в нее влазит абсолютно все, и я так ее, ну, прям дорожила. А все остальное – это копия. Я не понимаю, зачем, например, покупать огромные, за огромные деньги какую-то сумочку одну, когда я могу за эти деньги купить таких 10. Ну, или вложить их в свой бизнес. То есть я к деньгам отношусь совершенно по-другому, именно вот из-за Китая. Максим, что-то дарит тебе из брендовых вещей? Ты сегодня в сапожках, в Гуччи. Это с Китая я привезла. Это копия? Да. Это копия? Да. Сумка Валентина? Тоже это копия. Я очень много привезла из Китая. Если присмотреться, на самом деле, они выглядят вроде бы хорошо, но вот эта вот копия, по-моему, вот эти сапожки стоят 500 юаней. Ну, 2000 гривен. Зачем тогда ты Louis Vuitton на оригинальную, извините, покупала? Ну, это была моя первая сумка. Это была моя первая покупка, и я очень сильно хотела. А когда я ее купила, я, ну, посмела эта сумка просто. Очень часто я покупаю обычные вещи. Там 500 гривен сумка, 400. Она выглядит обалденно просто. А бывает такое, что мне нравится сумка та же Валентина из-за того, что она вот в эти крапинки, и я не могу найти подобную в масс-маркете. Слушай, извини, конечно, тебе мужчина не может позволить купить оригинальную. Ну, то есть это к тому, что... Так а для чего? Ну, то есть я в этом не вижу смысла. Я к вещам отношусь очень легко. Ну, и так уже он к этому относится. Ты любишь делать подарки на? Да, конечно. Что это? Настя любит бренды. Ты как относишься к брендам? Я просто отношусь к брендам. Я просто не понимаю, какие вещи могут столько стоить. И для чего они, и тем более, что они не очень долго служат, на самом деле. Так, а если Настя скажет, я хочу. Ты найдешь этому объяснение. Я не сталкиваться с тем, что Настя говорит, вот я вот такое хочу. Нет, сейчас в Украине очень много качественных вещей. И гнаться за какими-то брендами... Настя пришла с сумкой Валентина и в сапоках Гуччи. Это что? Если я не ошибаюсь, она купила их там. В Китае. В Китае, да. Самый дорогой подарок, который он для тебя сделал? Дорогой подарок? Возможность вернуться домой. Это был самый дорогой подарок, и он не финансово дорогой. Так, Настя, сейчас будет Блиц. Этот Блиц я тоже буду задавать Максиму. Значит, как обиднее всего мог тебя назвать, обозвать Максим? Ну, это совсем лично. Но он, когда... Я начинаю иногда дома беситься, и он называет на меня клоун. Для меня это почему-то самое обидное из того, что он может на меня сказать. Как обиднее всего тебя могла обозвать Настя? Уже жена. Максим Юрьевич. А почему это тебе не нравится? Это не нравится, но это самое обидное. Когда она тебя называет по отчеству? Я назвал Анастасию Романовну. То есть это на такие можно устраивать дистанцию или что? Нет, это мы так ссоримся. Или она там указывает на разницу в возрасте. Нет, это мы так ссоримся. Я поняла. Что не нравится в Максиме? Есть то, что тебе не нравится? И ты ему об этом говоришь. Какая-то плохая привычка? Вот это вот ступор вы меня вели. Храпит ночью. Я могу храпеть тоже. И мы будем в унисоны. Это как уже семейный аркет, семерный хор. А чтобы что-то мне не нравилось, я не могу вспомнить, что мне в нем не нравится. Есть что-то, что тебе не нравится, Настя? Вот есть какое-то качество или что-то, не знаю, там, ты очень пунктуальный, она, возможно, опаздывает. Вот что-то то, что ты… Надо над этим поработать. Ну, не то, что это не нравится, у каждого человека есть свои особенности. И мы отличаемся этим. Если все люди были бы одинаковые, было бы очень неинтересно. Спит дольше, можешь ее поднять или еще что-нибудь. Ну, у нее такая возможность есть. Я, конечно, встаю гораздо раньше и уезжаю на работу. Бесит это? Нет, нет, почему? Спящая женщина выглядит очень красиво. Как записаны в телефоне друг у друга? Любимый. А ты у него? Наверное, тоже любимая, по-моему. Как в телефоне записана у тебя Настя? Длинная Настя, любимая, малая, там много. Вот так вот, просто через запятую. Нет, без запятых. И сердечко даже. Самый счастливый день в твоей жизни и с ним. Ой, очень много на самом деле. Когда он мне предложил переехать, и вот тот день, когда я переезжала в Киев. Потом, когда был мой день рождения. Потом его день рождения, и я очень готовилась к этому дню. Потом первый Новый год наш, наше путешествие. Это вообще, в принципе, весь этот год, вообще, что не вспомнил, все прекрасно. Комплименты делаешь Настю? Конечно. Это легко. Это легко, потому что это не лезть, а именно просто правда. Какие комплименты делает Максим? Что я очень красивая. А еще, когда я прихожу в салон, он всегда говорит, покажи ногти или дай потрогать волос. Вот реально, бывает такое, что я педикюр сделаю, с ними носочки, хочу посмотреть, и бывает это даже в машине. Как он тебе в любви признается? Напрямую, так и говорит, что он меня очень любит. Детей хочешь? Ну, конечно. Когда? Как получится? Я молодая, я детей, конечно же, хочу. Мы к этому, естественно, готовимся мысленно и морально, и физически. А там уже как пойдет. Что сейчас в планах? Не знаю, я очень хочу развивать фотостудию. У нас, наверное, на это мысли сейчас идут. Твоя самая большая слабость? Интересный вопрос. Я не могу, наверное, если люди поступают плохо, в ответ поступать еще хуже. То есть я стараюсь от этого дистанцироваться. Как думаешь, какая его самая главная слабость? Слабость? Наверное, я. Друзья, если вам это видео зашло, если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк. У меня сегодня офигенная пара. Очень необычная история знакомства, любви. И, ну, как бы вы все сами видели. Поэтому, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте его обязательно. И не забудьте подписаться на мой канал. И поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Друзья, вы же подпишетесь ко мне, да? На меня. Ну все, за вас. За прекрасное событие.